Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Слова влияют на ваши мысли. Ваши мысли оказывают влияние на ваши эмоции или чувства. Ваши чувства помогают вам принимать решения. А решения производят действия. Ваши действия становятся привычками. Ваши привычки формируют характер. И мы знаем, что посеешь характер, пожнешь судьбу. Это упрощенная схема жизни. А теперь слушайте дальше. Негативные слова делают негативным наш образ мышления в целом. Негативное мышление ведет к негативным эмоциям, которые в свою очередь заставляют нас принимать негативные решения. Негативные решения приводят к негативным поступкам. Негативные поступки становятся негативными привычками. Негативные привычки формируют негативные свойства характера. А негативные свойства характера приводят к негативной судьбе. Друзья, вы должны понять, что все начинается со слов. Слово Божье Слово Божье Производит мышление Которое соответствует Божьему Слову Авраам Или Авраам Как его называли до того, как стали называть Авраам Бог сказал ему выйти из дома отца И оставить своих родственников Я сказал, Господи, разве это любовь? Ты говоришь человеку, что он должен оставить родных Я объясню, почему он сказал ему это сделать Уйдите от людей Которые определяют ваше мышление Уйдите из места Где они влияют на ваше мышление Слова определяют ваше мышление С кем вы общаетесь? Кого вы слушаете? Что определяет ваше мышление? Вы позволяете маме, тете Поле и Шаките Определять, как вам думать? Потому что, друзья, каковы мысли у человека, таков и он Ваше мышление Ваше мышление определяет, будете ли вы Следовать за Богом или за своими похотями Потому что похоть, по сути, это мышление вопреки Божьему Слову А следование за Богом Это исполнение повелений Божьего Слова Итак, слова Слово Божье Слово Божье производит мышление, соответствующее Божьему Слову А мышление, соответствующее Божьему Слову, будет производить эмоции и чувства Которые также будут соответствовать Божьему Слову Эмоции, соответствующие Божьему Слову, приведут вас к благочестивым решениям А благочестивые решения, соответствующие Божьему Слову Будут формировать благочестивые свойства характера А если у вас есть характер Вы будете поступать правильно Потому что это правильно Характер — это то, что от вас ожидают люди И вы никогда не подниметесь выше Как говорится, выше головы не прыгнешь Благочестивые привычки — основание благочестивого характера И у человека с благочестивым характером благочестивые цели И он стал таким благодаря своему характеру Если вы оказались не там, где должны, сделайте шаг назад Если вам не нравится, как складывается ваша жизнь, измените свой характер Если вам не нравится ваш характер, измените свои привычки Если вам не нравятся ваши привычки, измените свои поступки Если вам не нравятся ваши поступки, тогда измените свои решения Если вам не нравятся ваши решения, измените свои эмоции Если вам не нравятся ваши эмоции, тогда измените ваше мышление Если вам не нравятся ваши мышления, тогда измените свои слова, которые определяют ваше мышление Дьявол не имеет никаких прав на победу над вами Но мы должны взять на себя ответственность за свою жизнь И начать делать то, что должны Ладно, давайте поговорим о нескольких шагах к обретению свободы от обид Что мы должны делать, чтобы обрести свободу от обид? Друзья, меня так обрадовало, когда я узнал, что тема этой конференции — свобода Я говорю о свободе Я говорю о том, что мы можем быть победителями Послушайте меня, победитель — это не тот, кто выиграл битву один раз Победители — это те, которые побеждают раз за разом Раз за разом И так в любой битве Они побеждают всегда, слава Богу А теперь давайте взглянем на некоторые шаги Которые позволят нам навсегда избавиться от обид Некоторые из вас подумали сейчас Ты о чем навсегда избавиться от обид? Помните стих в Евангелии от Луки, 10 глава? Стих 19 Он сказал, что дает нам власть Я даю вам власть над змеями и скорпионами И над любой другой силой вражьей И ничто не повредит вам И ничто Никогда не сможет причинить вам боль И ничто Никогда не сможет обидеть вас И ничто Никогда не сможет причинить вам боль И ничто И никогда не сможет причинить вам боль Вы должны ухватиться за это Возможно, вам нужно пойти домой и поговорить со своим мужем и сказать ему, «Фрэнк, я люблю тебя». Но ничто, Фрэнк, с этого дня не причинит мне боли. Теперь я неуязвима в этом вопросе. Больше этого не произойдет. Если тебе не нравится, Фрэнк, ты знаешь, где дверь. Целую, передай привет маме. Нет, так не поступайте. Первое. Первый шаг. Первый шаг. Он находится в послании к Ефесянам, глава 6. Если вы хотите обрести свободу от обиды, прежде всего возьмите щит веры. Возьмите щит веры. Давайте прочтем стих 16. Ефесянам 6. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить... У вас в Библии это тоже написано? Все раскаленные стрелы лукавого. Проще говоря, вера означает верить в то, что говорит Бог. И когда я читаю Библию, я узнаю, что Бог говорит обо мне. И я знаю слово и держу щит веры. И значит, говорю то, что Бог говорит обо мне. И тогда меня не смогут обидеть. Мне не причинят боли. Например, когда раскаленная стрела болезни полетит в меня, я скажу, «Ранами Иисуса, я исцелен». Или когда раскаленная стрела оскорблений полетит в меня, я скажу, «Никакое оружие не устоит против меня». Или когда в меня полетит раскаленная стрела финансовых затруднений, я скажу, что Бог восполнит все мои нужды по Его богатству и славе. Понимаете, ваши слова, когда вы придерживаетесь того, что Бог говорит, тогда вы держите щит веры. Но если вы ставите мнение людей выше того, что говорит Бог, тогда вы опускаете щит веры. Дело в том, что если щит — это то, что говорит Бог, и мы знаем, что это так, если щит веры — это то, что Бог говорит о нас, тогда прислушиваясь к тому, что о нас говорят люди, мы опускаем щит. И когда мы придаем словам других людей больше значения, мы опускаем щит. Как только мы признаем то, что кто-то говорит о нас более важным, чем то, что говорит Бог, мы опускаем свой щит веры. И в результате то, что говорят люди, становится нашим щитом. Но этот щит не может защитить нас. Я хочу, чтобы вы меня послушали. Не ставьте мнение людей выше мнения Бога. Поймите, что удержать щит веры в своей жизни вы сможете, если всегда будете ставить Бога и Его мнение выше мнения людей. Мне все равно, кто и что говорит обо мне. Например, какой-то человек говорит вам, «Хм, посмотри на себя, страшилище! Поднимите щит! Любой добрый и совершенный дар приходит от Отца! Я красив в его глазах, и я зеница ока его!» Не обращайте внимания на то, что кто-то говорит о вас. Пусть у вас будет такое же отношение, как и у моей дочери. Ну и что, я все равно не слушаю. Подходит другой человек и говорит вам, «Ты будешь такой же нищий и несчастный, как твой дядя, как и все женщины в вашем роду!» Не развешивайте уши, не впускайте это! Быстро поднимите щит веры и скажите, «Я новое творение во Христе Иисусе! Старое прошло, и теперь все новое!» Я не буду такой, как все остальные женщины в нашей семье. Я буду успешной, я буду богатой, я буду здоровой, я буду счастливой. Держитесь за слово, оно ваш щит! Но не забывайте, друзья, что вам нужно быть так же осторожными с теми людьми, кто позитивно говорит о вас. Хотя эти слова помогают вам обрести здравую самооценку, помогают вам ощутить себя достойным человеком, тем не менее, не теряйте бдительность. Потому что, если вы начали ценить комплименты такого человека, а ему, чтобы ранить вас, нужно лишь поменять свое мнение на противоположное. Знаете, в один день вам говорят, «Какой вы замечательный!» Вы без изъяна, и вы начинаете прислушиваться к этим людям. Потом у них портится настроение, и они смотрят на вас и говорят, «Тогда в первый раз я немного покривил душой!» «Я не считаю, что ты уж такой хороший! И я не считаю, что ты вообще когда-нибудь был таким хорошим!» Вы сами подставили себя под удар, когда стали придавать большое значение их комплиментам. Не допускайте этого! Или бывает так, молодой человек говорит вам, «Я тебя люблю!» Сколько здесь незамужних женщин? Да, всех. Значит, это для вас. Послушайте, незамужние. Не влюбляйтесь в холеных хлыщей, которые осыпают вас комплиментами и носят на руках до тех пор, пока вы не выйдете за них замуж. И все идет хорошо. И гладко, даже во время медового месяца. И вот спустя три дня он просыпается, начинает крутить головой, взмывает в воздух и, изрыгая что-то зеленое из своей пасти, говорит, «Где мой кофе?» И вы понимаете, что вышли замуж за монстра. Только потому, что вы жаждете услышать три этих чудесных слова, не желайте их до умопомрачения. К вам приходит парень и говорит, «Я люблю тебя». «Я люблю тебя». «Ой, я люблю тебя». На самом деле, это значит, «Я хочу тебя». И вам нужно твердо сказать, «Послушайте, юноша, я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать. Вы уже знаете, что он хочет от вас. Но сначала, пусть покажет свою преданность. Нужно свидетельство о браке, и на вашей руке должно появиться обручальное кольцо. Понятно? Потому что, если он не может подтвердить свою любовь посвящением, пусть и не заикается о любви. Можно сказать вам прямо, я старался быть настолько тактичным, насколько мог. Я даже не... Но я израсходовал весь запас тактичности. Итак, продолжим. Не позволяйте никому затащить вас в постель после трех ласковых слов и дешевого обеда. смело и твердо скажите ему, слушай меня внимательно. Я не предлагаю себя на пробу. Я не подержанная машина. Я верующий человек. И я думала, что это тебе известно. Вы меня хорошо слышите? Держитесь достоинством, женщины. Любите себя. Я сейчас не буду обращаться к мужчинам. Я не буду тратить время на мужчин сейчас. Оставьте. Ладно, послушайте, если вы хотите, чтобы в вашей жизни была женщина, здесь очень много незамужних женщин. Вам нужно поработать над собой. И когда вы подходите к женщине, не будьте как Гуфи. Привет! Почистите зубы, освежите дыхание, причешитесь, побрейтесь. Я не буду больше распространяться на эту тему. Избавьтесь от этих глупостей. Послушайте меня. Как это лучше описать? По-моему, в конце 70-х, в начале 80-х была такая песня. «Если оставишь меня, ты заберешь с собой большую часть меня». У-у-у-у! Любимый, пожалуйста! Помните? Помните? Пусть так не будет в вашей жизни. Если он бросит вас, он заберет с собой только себя и больше ничего. Он не заберет с собой большую часть вас. Аминь. Итак, поднимите щит веры. Не допускайте, чтобы вас обижали. Как? Прикрывая себя щитом веры. Это сказал вам Бог. Это то, что Бог провозгласил о вашей жизни. Второе. Второе. Если вас обидели, простите обидчика. Прощение — это акт веры. Насколько я помню, Джойс однажды сказала так, «Не ждите вдохновения на прощение». Друзья, не ждите, пока придет вдохновение прощать. О, Дух Святой только что обратился ко мне, нужно прощать. Аллилуйя! Нет, нет, нет. Не ждите вдохновения, чтобы простить. Если вас обидели, простите обидчика, и все. И прощать нужно не потому, что у вас хорошее настроение, а потому, что вы приняли решение простить. Прощение — не чувство. Это решение. Это решение. Вы принимаете решение простить. Иногда мы думаем, если бы хотя бы он извинился предо мной, или просто объяснил, почему так поступил, если бы он это сделал, тогда бы я простил его. Ха, мечтайте дальше. Иногда мы говорим, «Если они изменятся, тогда я прощу их». Если вы можете простить только, если человек изменится, тогда это не прощение. Послушайте, вы их не простили. Вы продали свое прощение. Вы не простили. Вы продали прощение. Вы продали свое прощение. Вы не простили даром. Давать прощение даром и продавать прощение — это не одно и то же. Давать даром — значит не требовать ничего взамен. Продавать — значит требовать, чтобы человек изменился. Вот тогда вы снизойдете до него, и он может рассчитывать, что вы его простите. Это продажа. А прощение не продается, оно бесплатно Вот что это значит Я слышу, как вы говорите Не думаю, что смогу простить их, ведь вы не знаете, что они мне сделали Я вас понимаю Проповедник, ну-ка, ушел со сцены, быстро Следующий, пожалуйста Послушайте, Бог простил вас не после того, как вы изменились Вы начали меняться после того, как Он простил вас И вы прощаете Но вы не представляете, что они мне сделали Вы просто не понимаете Если бы вы понимали, тогда бы вы от меня этого не требовали Ах, я никогда не смогу простить их, ни за что До тех пор, пока они не извинятся Не до того, как они извинятся Джерри Саввилл однажды рассказал историю о женщине, которая умирала в больнице от рака Господь открыл ему, что укажет истинную причину рака, если Он навестит ее в больнице Джерри обрадовался, когда Бог открыл ему причину болезни Он пришел в больницу к этой женщине и сказал Если вы только простите Если вы только простите своего мужа за то, что он сделал И вот в чем было дело У ее мужа несколько лет назад был роман И он изменил своей жене И он сказал ей Бог сказал Если ты простишь своего мужа Тогда он исцелит тебя И поднимет тебя с больничной койки Она ответила Я никогда не прощу Она умерла на следующее утро Друзья, послушайте меня Прощение это очень серьезное дело И для того, чтобы обиды больше никогда не причиняли вам боль Вам нужно принять решение простить всех тех, кто когда-либо причинял вам боль Третье Простив Не возвращайтесь в прошлое Если вы простили Перестаньте переживать обиду вновь и вновь Не подпитывайте свою боль воспоминаниями Научитесь прогонять эти воспоминания Очень часто с людьми бывает то же, что и с мальчиком, который ободрал коленку Помните эту историю? Мама перевзала мальчику рану Но мальчик снимал повязку, чтобы каждый, приходящий в их дом, увидел его царапину Вот о чем идет речь Перестаньте возвращаться в прошлое Перестаньте вспоминать зло, причиненное вам Друзья, каждый раз, когда к вам приходят гости, когда вам звонят Когда вы встречаете знакомых Вы хотите рассказать им о вашей боли из прошлого А этого делать нельзя Вы должны принять решение Нет, пусть мать останется на ране Я не буду снимать повязку и показывать тебе царапину Когда она пройдет, тогда я покажу исцеленную коленку, слава Богу Но исцеление произойдет только если вы перестанете возвращаться в прошлое Вы возвращаетесь в прошлое Вы лишь затягиваете процесс исцеления Процесс лишь затягивается Процесс исцеления лишь затягивается Вам нужно научиться молчать о прошлых обидах Когда вам звонят Привет, как дела? Ну знаешь И вы возвращаетесь в прошлое Приходят гости Привет, как дела? И вы возвращаетесь в прошлое Да, пару раз можно взглянуть на вашу рану О, бедная ты моя О, господи О, дорогая Но в пятисотый раз уже совсем не хочется рассматривать вашу небольшую царапину Помажьте ее йодом и забудьте Аминь Четвертое Не ищите оправдания Своей чрезмерной ранимости Не ищите оправдания Своей чрезмерной ранимости Я ведь женщина Я более ранима, чем мужчина Перестаньте оправдывать свою чрезмерную ранимость Перестаньте выставлять свои эмоции на показ Чтобы все видели Что происходит в вашей жизни Мы становимся более ранимыми И это правда Потому что наше прошлое заботит нас больше, чем будущее И когда вы вязните в прошлом Вы становитесь более ранимыми Нам нравится говорить о прошлом Нам нравится вновь переживать прошлое И когда мы это делаем Мы становимся более ранимыми Потому что нас больше волнует то, что уже произошло А не то, что должно произойти Писание очень понятно говорит на эту тему Я хочу, чтобы вы это прочли филиппийцам Глава 3, стих 13 Там написано Братья, я не почитаю себя достигшим А только А только забывая заднее, простираясь вперед Стремлюсь к цели Братья, я не почитаю себя достигшим А только Павел говорит Может я и не понял всего Но одно понял точно Нужно забыть о прошлом И простираться в будущее Друзья, ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого Пока вы не забудете о вашем прошлом Ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого Пока вы не забудете о вашем прошлом Я говорю об обидах и разочарованиях, которые постигли вас в жизни И конечно, вы знаете, Бог освободит вас от прошлой боли И сделает это не только для вас Но и ради других людей И придет время, когда вы сможете рассказать другим людям о том С чем столкнулись и что преодолели Так приятно рассказывать о том, через какие трудности вы прошли Но победили и выстояли Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог дает вам победу Не только ради вас Он дает вам победы ради других людей Слава Богу Вот что значит любить людей Он спасает меня для кого-то другого Скажите, Бог спасает меня Для кого-то другого Пятое Я уже говорил об этом несколько раз, я повторюсь Перестаньте выставлять свои эмоции на показ Это позволяет дьяволу без конца цеплять вас Кто-то спросит «А что делать? Что делать, если дьяволу удалось ударить меня по самому больному месту?» Вот что делал я и продолжаю до сих пор Я научился смеяться Так, словно произошло что-то очень смешное У меня был случай несколько лет назад Когда из нашей бухгалтерии ко мне пришла сотрудница и сказала «Пастор, вам лучше присесть» Я спросил «Что произошло?» Она сказала «Мы разорены» Я сказал «Что ты сказала?» Она ответила «Мы разорены» Я сказал «Что?» Я посмотрел на свою жену Моя жена прикоснулась ко мне И сказала «Ты ведь поступишь так, как проповедуешь» Я сказал «Ага» Я пришел домой И стал ходить по комнате И молиться «Господи, помоги мне, не оставляй меня сейчас» И Господь сказал «Начни смеяться» Я спросил «Чего тут смешного?» Он сказал «Да, правда» «Ничего смешного, но у тебя настолько плохое настроение, что ты не в состоянии услышать меня»